Встречать Рождество и Новый год в больнице грустно, а если ты еще ребенок, то грустнее вдвойне. Чтобы поднять настроение, к маленьким пациентам приходит доктор-клоун. Благодарность дети дарят ему свои рисунки. В детской больнице даже открылась целая выставка. Анастасия Дьяковна продолжит. Красный нос, разноцветные волосы и озорная улыбка. На рисунках клоуны, которые приходят к детям в палаты, чтобы поднять им настроение и отвлечь от ежедневных процедур. В этом году клоуны посетили более 4000 пациентов в детской больнице и провели в палатах тысячу часов. И хотя 2013 год подходит к концу, праздничные мероприятия в больнице идут полным ходом. Больница — это то место, куда никому не хочется попадать, особенно в Рождество. И мы все работники стараемся, чтобы и сюда пришли праздники. Каждый год к нам приходит Дед Мороз с большим мешком подарков. О помощи никого специально не просят, но многие организации сами проявляют инициативу, готовят поздравления и подарки. На новогодние праздники даже приходится составлять план мероприятий. И хотя график праздниц расписан наперед, по возможности всех маленьких пациентов в рождественский вечер и новогоднюю ночь стараются отпустить домой. Те же, кто по состоянию здоровья не смогут уйти, встретят праздники в стенах больницы. Анастасия Дьяковна, Дайни Слацис, Латвийское телевидение.